Здесь решали, как сломать человека, организовать слежку, отправить ссылку или лишить жизни. За этими клочками бумаги неистовая боль и жуткий абсурд. Это секретные документы советских спецслужб в Украине. Служба безопасности Украины в центре Киева. Двери этого здания несколько лет назад беспрецедентно открыли для всех, вместе с находящимися здесь почти столетия секретными документами. Именно здесь, на всех пяти этажах, хранится архив КГБ. Дом по улице Золотоворотская, 7. Под глифом «Секретно» скрывались доносы, вымышленные доказательства, сфабликованные дела и завербованные агенты. Я боялся узнать, что дед сам принимал решение по его вине, как пострадали люди. Преступления несуществующего государства пытались скрывать до последнего и в независимой Украине. Историков преследовали, обыскивали, допрашивали. Но после Евромайдана архивы советских спецслужб рассекретили. Подавляющее большинство считало нас маргинальными мечтателями, которые хотят реализовать то, что в принципе нереально. Узнать обстоятельства преследования, приговора, имена свидетелей, доносчиков теперь может каждый. Но это правда оказалась нужна не всем. Мы встретились с живыми фигурантами уголовных дел КГБ. Нет, я не хочу, мне противно. Там предательство людей. Что чувствуют те, кто спустя десятилетия узнал страшную правду о своей семье? Я каждый вечер, когда молюсь, прошу Бога дать мне сил простить. Какие сенсационные находки удалось разыскать в архивах КГБ? И почему его до сих пор не могут собрать под одной крышей? Продолжение следует... Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины. Один из крупнейших архивов советских спецслужб в стране. 224 тысячи документов в пересчете на европейские архивные мерки. Это 7 километров исторической памяти, начиная с 1918, заканчивая 1991 годом. С одной стороны, закон открыл доступ к каждому документу. Но физически попасть в это самое хранилище на втором этаже могут лишь ученые и журналисты. Все потому, что расположено оно в режимном здании, где работают еще несколько оперативных подразделений. Служба безопасности сегодня обеспечивает доступ к этим документам. Но вместе с тем ключевые функции Службы безопасности несколько иные. Все остальные хранилища выглядят примерно так же. Директор Андрей Когут возглавил архив уже после того, как с документов сняли гриф «Совершенно секретно». Он один из тех историков, кто внес свой вклад в разработку соответствующего закона. О том, как это стало возможным, невзирая на давление и преследование, мы еще расскажем. А пока о том, каково это увидеть, загубленные судьбы миллионов глазами сотрудника КГБ. Одно дело слышать об этом, а другое дело идешь и видишь все это. Сотни тысяч страниц, миллионы документов. То есть ты понимаешь, что эта машина действительно была. Приглушенный свет, высокая влажность, запах сырости, повсюду датчики пожарной сигнализации. На стеллажах коробки с папками документов и вещественных доказательств. Увиденное производит глубокое впечатление. Перед нами расстрельные списки времен Большого террора. Фактически это был конвейер. Один человек там практически минута. Им направлялись фактически альбомы или протоколы, они просто их подписывали. Сегодня задача архива – описать все эти документы. Архив, он создавался скорее для оперативных нужд советских спецслужб. Мы занимаемся, собственно, тем, что перестраиваем этот архив, как и любой обычный государственный архив. Занимается этим более полусотни сотрудников. Работы у них без преувеличения на сто лет вперед. Порой обращается родственник. Дело не найдено, но проходит время, информация появляется. Сегодня, после длительного карантина, в архив спешит Евгений с супругой Натальей. Нашлось дело его репрессированного деда. Евгений хочет выяснить обстоятельства непростой биографии, не дающей покоя их семье. Ведь дед не просто жертва режима, а один из ее винтиков – бывший сотрудник НКВД. Какие у вас вообще сейчас чувства? Ну, у меня, скорее, даже тревоги, знаете. Все равно я сталкиваюсь с чем-то неизведанным, поэтому оно не всегда может быть приятным. Когда деда не стало, Евгений был еще ребенком. Помните обрывки разговоров и несколько фактов из сохранившихся дома документов. После армии пошел работать в ЧК оперуполномоченным, в 37-м осужден. 12 лет валил лес на Колыме, реабилитирован. Я знал о том, что дед и его братья, они все там были сотрудниками в ЧК, на память об этом. У меня даже и сегодня остался такой серебряный портсигар, на котором выиграли Данилу Борисовичу за борьбу с контрреволюцией. Как именно он боролся с контрреволюцией, дома не обсуждали. Хотя даже после возвращения деда из лагерей, его прошлое отразилось и на близких. Отец собирался после школы поступать в летное училище. Ему сразу сказали, что сын врага народа не может учиться на славного краснозвездного летчика. Казалось бы, дела реабилитированных были рассекречены еще в 90-х. Но практически по старой привычке сотрудники службы безопасности решали сами, что выдавать, а что нет. Поэтому Евгений и не пытался обращаться, да и не знал, где искать. И вот спустя без малого столетия он держит в руках дело своего деда. У вас нет страха узнать, что это такое, что, возможно, как-то переизменит ваши отношения? Возможно. Есть такой страх. Есть. Конечно, он есть. Но этого уже ничего не изменит. Это мой дед, и он был, и это его история, и это история моей семьи. Как бы она ни была. К тому, что же найдет Евгений в досье на своего репрессированного деда, мы вернемся позже. Но прежде о том, какой путь прошли историки и активисты, чтобы на тайных документах несуществующей страны наконец появился штамп «Рассекречен». И каждый смог узнать правду своей семьи. Граждан с силом! Граждан с силом! Сентябрь 2010 года. У здания Службы безопасности Украины в Киеве пикет против задержания историка Руслана Забилова. Студенты, активисты, политики и диссиденты. Утром он приехал поездом в Львов-Киев на встречу с коллегами. А на вокзале его ждали люди в штатском. Граждан с силой не пройдет! Тридцать с силой не пройдет! Руслана Забилова допрашивали 10 сотрудников СБУ целых 14 часов. Затем отпустили с открытым уголовным делом по обвинению в разглашении государственной тайны. Дальше попереднее, перша переверка. Только предварительная проверка показала, что 6 из 9 изъятых документов не рассекречены. То есть они не для распространения. Не рассекречены. То есть не для распространения. Речь о документах, связанных с деятельностью украинской повстанческой армии, сфера научных интересов историка. Сегодня эту почти детективную историю он вспоминает с улыбкой. Хотя в тот момент было вовсе не до смеха. Мне обещали 8 лет тюрьмы. Накануне он работал на диссертации в том самом архиве СБУ. Процесс рассекречивания только начинался. Однако смена власти и становление режима Януковича очевидно демонстрировали обратное. Нерассекреченных документов ни одному сотруднику, официальному, любому там офицеру и так далее, тем более историку, рядовому, гражданину, там никто никогда не дал. Надо было свернуть эти процессы рассекречивания доступа к архивам. Надо было кого-то взять, одного, второго, третьего, чтобы запугать. Тогда же нависла угроза над недавно открытым музеем тюрьма Налонского, директором которого стал Руслан Забилый. Ведь если его вину докажут, значит и музей могут закрыть. У нас в музее были обыски, всех сотрудников допрашивали. Были изъяты все наши внешние носители. Стены, покрытые грибком, облезшая краска, надписи заключенных и стоптанный до дыр окровавленный пол. Вовская тюрьма Налонского, построенная в начале 20 века поляками, она стала настоящим лагерем смерти. Вначале коммунистов, затем нацистов. После войны здесь разместился следственный изолятор КГБ с независимостью СБУ. Сегодня это музей, но стены и камеры остались те же. Промещение самое автентичное. Помещение аутентичное – это наш самый крупный экспонат. Мы не планировали и не планируем делать какие-то ремонты, перестройки, потому что это дыхание эпохи. Это передает атмосферу, и наша задача – сохранить эту аутентичность. Чтобы выбить признание, следователи могли пытать заключенных сутками. Морили голодом и содержали в крошечной камере по 30 человек. Смертников держали в таких камерах. Здесь и карцер с изобретением советской тюремной системы, так называемой шубы. Это цементный раствор. Здесь и мягкая комната, обитая плотной тканью, чтобы заглушить крики узников. В ней проходили самые жестокие пытки. Не было ни одного звука. Никто из соседних камер не слышал, что здесь происходит. Через тюрьму Налонского прошли сотни тысяч заключенных. Для тысяч она стала могилой. Служба безопасности после неудачной попытки построить на костях жилой дом для своих сотрудников отдала тюрьму и прилегающие территории под музей. Его открыли в 2009 году, но после пресловутых обысков ценные документы и видеозаписи с очевидцами тех событий изъяли. Воспоминания диссидентов, бывших узников, тех, кто жил в эмиграции и приезжал сюда, во Львов. Мы отыскивали таких людей и записывали их видеосвидетельства. Это все было изъято. Вам вернули все это? Вернули, но в 2014 году. После Евромайдана время черновиков законопроекта, открывшего архивы коммунистических спецслужб, настало. Теперь в каждом местном архиве ведется работа по их описанию, реставрации и оцифровке. Вот так аккуратно снимаем пленочку. Все. Все. Теперь мы видим, где именно нужно нанести клей. Вот уже два года девушка восстанавливает документы, которые им не пощадило время. Книги, словари, открытки, письма. Ценные записи бывают даже на сигаретной бумаге. Главное, чтобы сохранилась информация. Ручная, многоэтапная, кропотливая работа. А вот инструменты очень простые. Кисточка, вода, клей из муки. Стеклянная поверхность стола подсвечивается, а на ней, как на операционной, разложена больная страница. После обработки клеем документ попадает под пресс. Потом обрезка и реставрация закончена. И хотя сама Елена редко читает бесценные документы, некогда своим вкладом в общее дело гордится. Для меня очень важно сохранить историю, сохранить культуру. Это основа, в этом наше единство. Несмотря на то, что с каждым днем в открытый доступ попадают тысячи новых документов, общий объем оцифровки рассекреченных материалов в силу недостающего ресурса не превышает и нескольких процентов. Пожалуй, лет на 20 опоздали. Если бы мы это сделали раньше, кто знает, возможно, сейчас не было бы войны. Наверное, общество могло стать другим. И в то же время громкий процесс рассекречивания уголовных дел был воспринят неоднозначно, в том числе и среди их фигурантов. Первое, что сказал журналист, мы сегодня с утра смотрели в ваше дело. И знаете, у меня пробежал... Это не страх, это какое-то... Ну, что-то похожее на страх. Я сразу подумал, а что они там увидели? Ровно 40 лет прошло с тех пор, как он вернулся домой после советских лагерей. Шесть лет тюрьмы строгого режима и три года ссылки. Меня судили за поэзию. Сегодня украинскому поэту и диссиденту Игорю Коленцу без малого 82. Он все еще пишет, и к нему за советом до сих пор приходят молодые авторы. Как вы поживаете? Хорошо, спасибо. Игорь Миронович, я прошу вас, чтобы к вам на прием записаться. К своему аресту, вспоминает, был готов. С аналогичным приговором по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде осудили его супругу. Оба прошли и через тюрьму Налонского и трудовые лагеря. Оба вернулись и активно отстаивали также открытие музея в тюрьме и рассекречивание архива в КГБ. Хотя за своим досье никогда не обращались. Увидели его недавно, опубликованное в книге. Вот заседание суда Ирины и мое. Мне это неинтересно. Считают, что рассекречивание и доступ нужны не так фигурантам и свидетелям, как их близким. Я думаю, что нужно. Кому до сих пор больно и кто заинтересован. У него уже давно отболело. Мысли о коллегах, его предавших и свидетельствовавших против него на суде, он давно отпустил. Люди просто были сломаны. Тогда было такое время, что выстоять оказалось тяжело. С теми же чувствами живет и его друг и сокамерник, известный психиатр Семен Глузман. После выхода на пенсию свои воспоминания о преследованиях КГБ, допросах и предательстве описывает в мемуарах. Видите, я уже сам набираю. И как ни странно, со своим товарищем Игорем Калинцом он не согласен. И с самого начала высказывался категорически против открытого доступа к секретным документам. Как вы восприняли? Сначала напряженно, а потом плохо. Я не хочу дома вот такое иметь. Тем более там же предательство. Там предательство людей, там достаточно близких людей. История с открытым доступом всколыхнула болезненные воспоминания. В 1972 он, молодой психиатр, распаривает официальную психиатрическую экспертизу за очным заключением и признает генерала Григоренко здоровым. В девяти томах дела, сфабрикованного за несколько месяцев, отделе Григоренко нет ни строчки. Нет, я не хочу. Мне противно. Когда я познакомился со своим делом, я увидел, что там вложены материалы самиздата. У меня ничего не изъяли. У моих свидетелей ничего не изъяли. Ну, как формировать дело? Дело сформировали на основании свидетельских показаний. Список впечатляет. Более семи десяти людей из ближайшего окружения подтверждают обвинения и фактически приговаривают Семена Гузмана к семи годам трудовых лагерей. Прямо сказали. Хочешь, чтобы папа жил? Даешь показания на Гузмана. Такие, которые нам нужны. Откажешься, значит, высшая мера наказания. Все. Страшное государство. Мне неинтересно смотреть эти архивы. Ну, это же бред. Отсидев свой срок, Семен Гузман возвращается домой. Но не в профессию. В делу жизни он сможет вернуться лишь с независимостью. Я понимаю, я должен ненавидеть. Но у меня нет ненависти. Я несколько раз спрашивала, смог ли он простить тех, кто его предал. Но, как и другие наши герои, не просто отпустить, а простить предательство многие не могут. Даже через несколько поколений. Я каждый вечер, когда молюсь, прошу Бога дать мне сил простить. По-христиански простить. Не возвращаться мыслями к тем, кто их пытал, насиловал, к тем, кто столько горя принес. Национальная опера Украины. Впервые за долгие месяцы карантина Марина с дочерью Юлией выбираются на прогулку. С этим знаковым местом связана история их семьи. «Лебединая», «Тоска», «Спартак», «Лесовая песня». Это мы с тобой, помнишь, смотрели? Обе знают весь репертуар и видели арии постановки в исполнении самых разных артистов. Опер на Марина выросла. Отсюда и самые яркие детские впечатления. Ее бабушка работала здесь кассиром и всегда брала внучку с собой. На всех. Я все спектакли с детства. Я даже была на спектакле, тогда мне было 11 лет. Когда приезжал принц Филипп с дочерью Анной сюда. Да, и я была тем ребенком, который спросил, если она принцесса, где ее корона? Бабушка дружила со многими известными артистами своего времени. Она и сама была когда-то актрисой. Но это осталось в загадочном прошлом, о котором маленькая внучка Марина ничего не знала. Слышала только, что ее бабушка будто была в лагерях. И ей больше никаких подробностей до самой смерти. Я все скажу, только не бейте. Глаза у нее закрылись, все. Последнее, что она сказала. Вот что такое страх. Бабушке не стало, когда Марине было 26. Разгадывать семейные тайны внучка взялась лишь полжизни спустя. И только обратившись в открытый архив КГБ удалось узнать, что почти вся их семья в начале 20 века была репрессирована, выслана или расстреляна. И не только бабушка, но и ее братья и сестры. В одном бабушкином деле катастрофа как минимум шести, шести человек. Шести людей. Виной тому соседка по дому на Владимирской, писавшая на всех доносы. Обвинение против бабушки в материалах дела стало шоком. Она обвиняется в том, что она выдала свою соседку представителем гестапо. И приговор ее отправили в лагеря на 12 лет. Немцы расстреляли соседку на месте. После того, как Киев был освобожден, бабушку Марины судили. Она провела год в одиночной камере, затем еще 11 в ссылке. Она вернулась с отмороженной ногой и перебитыми ребрами. Посидевшей и постаревшей женщине уже было не узнать молодую талантливую актрису, влюблявшую в себя выдающихся мужчин своего времени. Больно за всех. Так больно, что хоть криком кричи. Несмотря на боль, Марина ни капли не сожалеет о том, что теперь она открыла правду о своей семье. Теперь она различает лица на фотографиях в семейных альбомах, знает, кем эти люди были и в какой стране жили. За какой-то час в читальном зале архива СБУ, казалось, на лице Евгения я увидела самые разные эмоции. Он встает, садится, недоумевает, поражается, негодует и даже иронизирует от увиденного и прочитанного. Я боялся узнать, что дед сам принимал решение по его вине, как пострадали люди. Вот этого я боялся. А оказалось, все гораздо бытовее, прозаичнее. Его деда, сотрудника НКВД, оперуполномоченного, младшего лейтенанта арестовали вместе с его начальником, обвиняемым в организации троцкистской группы. В качестве доказательств их дружеские отношения. Бывал в доме, обедал у него на квартире. Ну, страшное дело. Ну, выпивали они. Мы ожидали, конечно, увидеть, что он действительно там, наверное, вел какую-то контрреволюционную агитацию. А оказалось, нет. Но его присоединили к общей группе. И как бы мы видим, что человек пострадал абсолютно ни за что. И грустно. Просто какая-то грусть, что человек, может быть, лучшие свои годы провел не на благо семьи, государства, а провел валя лес. За последние шесть лет в архивы обратились десятки тысяч людей со всего мира. И откроются они раньше, уверены историки, возможно, сегодня украинцы жили бы в другой стране. Доступ до правды в ингликуя. Доступ к правде, он лечит. Мы бы совсем по-другому смотрели, наверное, и на Россию, как соседку, или как старшего брата, или сестру. И многое могло измениться. Да, многое могло измениться. Среди густой застройки на окраине Киева за бетонным забором с колючей проволокой восьмиэтажное здание, расположенное на территории банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Именно его под свое хранилище в прошлом году и получил архив национальной памяти. Если плотно набить дом сверху донизу пожелтевшими от времени документами, поместится весь объем архивов советских спецслужб со всей страны. Четыре миллиона дел. Ориентировочно 111 километров. Однако сегодня здесь ни единого документа. В пыльном ангарном помещении с высокими окнами старые банковские сейфы для денег, а вдоль стены старенькие электрокары. Директор Игорь Кулик проводит здесь экскурсии, подкрепляя планы реконструкции картинками на стендах. Человек для себя должен понимать. Хочешь знать информацию о своем репрессированном родственнике? Обратись в архив национальной памяти. Всего на реконструкцию нужно порядка 25 миллионов долларов и два года. Если этим планом суждено воплотиться в реальность, архив национальной памяти Украины может стать самым большим открытым архивом спецслужб в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова